Уважаемые любители футбола, мы все привыкли шутить, что легендарный Златан Ибрагимович меняет команды как перчатки и нигде надолго не задерживается. Но на самом деле Швед выступал всего за 9 клубов, пока некоторые его коллеги разменивают второй или даже третий десяток команд. Гол 24 рассказывает о топовых футболистах, сменивших наибольшее количество команд. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим. Николя Анелька, 12 клубов Про Анелька шутили, что он часто меняет команды еще до того, как это стало мейнстримом. За свою карьеру француз поиграл почти за полтора десятка команд. Начинал в ПСЖ, но не наигравшись там перешел в Арсенал, где его очень ждал Арсен Венгер, который сделал из Николя прекрасного форварда. Дальше был не самый удачный сезон в Реале. Потом снова Парис Энджермен. Аренда в Ливерпуль, трансфер в Манчестер-Сити и неожиданный переезд в Фенербахче. Если вы думали, что больше на высоком уровне француз не играл, то ошибаетесь. После турецкой саги Анелька вернулся в Англию, в Болтон, где начал забивать так, что его купил Челси с синими. Он взял четыре трофея, но после отправился покорять Китай. Из Шанхая Шеньхуа француз отправился в аренду в Ювентус, стал там чемпионом и вновь вернулся в Англию. На этот раз в Вестбромвич. Последний свой сезон Анелька отыграл в Индии за Мумбаи-Сити, где в 2015 году решил закончить карьеру. Больше числа команд, за которые играли наши герои, могут быть только коэффициенты на сайте 1xBet. Профессиональная работа, быстрые выводы. Ссылка в комментариях. Кристиан Вьери. Двенадцать клубов. Талант Вьери был замечен скаутами Тарина, который стал первым клубом в насыщенной карьере игрока. Дальше были Пиза, Равена, Венеция. Аталанта, Ювентус, Атлетико Мадрид и Лацио. Их всех объединяет один факт. Форвард не задерживался ни в одной из команд больше, чем на год. Единственным исключением стал Интер, где Вьери отыграл целых шесть сезонов. Но за все это время черно-синие взяли лишь один кубок Италии, и Форвард вновь отправился колесить по разным клубам. Он успел еще поиграть и в Милане, Монако, вновь в Аталанте, Фиорентине и, не поверите, снова в Аталанте, где после третьего пришествия закончил с футболом. Удивительный игрок, который, несмотря на частые трансферы, в каждом клубе выкладывался на максимум и забивал. Если бы не травмы, то, кто знает, может быть, Вьери даже взял бы золотой мяч. Энди Коул Один из лучших английских нападающих провел свою карьеру на родине, но при этом умудрился сменить аж 12 команд. Воспитанник Арсенала не смог пробиться, в основной состав клуба его отправили в аренды в Фулхам и Бристоль-Сити. В последнем он себя неплохо проявил и пошел на повышение в Нью-Касл. В стане сорок молодой форвард полностью раскрылся. Неудивительно, что его хотел купить Манчестер Юнайтед, который неплохо раскошелился. С дьяволами Коул выиграл почти все свои трофеи. Пять чемпионств, два кубка и Лигу чемпионов. Все за неполных семь лет. После этого игрок решил немного сбавить обороты. Отыграл за Блэкборн три сезона и решил поскитаться по разным командам. Вновь — Фулхам, затем Портсмут, Бирмингем, Сандерлэнд и Бёрнли. Коул повесил бутсы на гвоздь в Ноттингем Форест, где в десяти играх так и не забил гол, которого очень ждали фанаты. Карьера одного из самых именитых африканских игроков была чересчур нестабильной. От блистательных взлетов до резких падений и обратно. Начинал камерунец в Реале, но в составе сливочных так и не закрепился, и его отправляли по арендам в Лиганес, Испаньол и Мальорку. В составе островитян он так сильно себя проявил, регулярно штампуя голы, что Барселона не пожалела 24 миллиона евро, и приобрела ЭТО. Как оказалось, не зря. В составе каталонского клуба Сэмюэль задержался на пять лет и сумел завоевать все, что только можно. А затем отправился в Интер, где также умудрился выиграть все домашние трофеи и еще одну Лигу чемпионов. Затем последовал сенсационный трансфер в Анжи с годовой зарплатой более 20 миллионов и возвращение на топ-уровень в Челси. Сезон в составе «Синих» выдался не самым удачным, после чего понеслась Эвертон, Самбдория, неожиданных три сезона в Анталье-Споре и краткосрочный контракт с Коньеспором. Сейчас ЭТО 37 лет, и он выступает за свою 13-ю команду в карьере. Катар СК из города Доха. Неплохо, Сэмюэль! РИВАЛДА 14 КЛУБОВ Бразильский нападающий за свою богатую карьеру выиграл немало трофеев и наград, сменив при этом аж 14 команд. Начал РИВАЛДА в Санта-Крузе, поиграл за Можи Мирин, Каринтианс и Палмейрос, а затем перебрался в испанский Депортиво. Своими голами он заинтересовал Барселону, которая купила форварда за тогда огромные 26 миллионов долларов. Стоит отметить, что именно в Барсе РИВАЛДА показывал свой лучший футбол. За пять лет он дважды выиграл Ла Лигу, взял Кубок Короля и Суперкубок Уэфа, а также золотой мяч в 1999 году. Поссорившись с Ван Галлом, уехал в Милан, с которым взял Лигу чемпионов, а затем начал свои скитания по миру. РИВАЛДА поиграл за Крузейра, греческий Олимпиакос и Айк, узбекский Бунеткор, сгонял в аренду в Сан-Паулу, играл даже в экзотической Анголе за Кабушкорп. В конце концов нападающий уехал доигрывать в Бразилию за Санта-Каэтана и родной Можи Мирин, где успел даже побыть президентом клуба. Стоит отметить, что РИВАЛДА 10 лет стабильно играл и за сборную, с которой выиграл Мундиаль 2002 года. В прошлом видео мы спросили вас. Друзья, а кто официально признан самым низким футболистом в мире? Ответ – Диего Буананоте. А теперь следующий вопрос. Этот российский вратарь начал играть еще в СССР и за карьеру сменил 15 команд, самый известный из которых – Московский Спартак, Динамо Киев и ФК Москва. Он закончил карьеру в 44 года. Друзья, о ком идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания.